Ресурс – это залы, это кресло, это стулья, это доска. Если вы решите все это просто приобрести, вы выпадите в 10-15 тысяч долларов. Просто элементарно. На раз-два. Да, понимаете, да? То есть вам это ничего не надо. Это система. Вы можете ее запоставить на работу себе. Дизайнеры, программисты, общение. Но если только эта система будет работать у вас на 100%, даже по средам. Например, у нас есть люди, которые занимают какие-то промежуточные позиции. К примеру, Евгений. Евгений очень может хорошо рассказать. Да, ему текст, он хорошо расскажет. Вы можете и сказать, Евгений, расскажи мне, я заберем, вот такую-то тему. Он рассказал, да? Потом вы можете ответить, Екатерина, сделай мне такой диск. Она сделала, да? Я готов за этот день не заплатить. Ты еще туда, ты еще туда. Отдал и все. У меня готовый материал. Понимаете, да? Я не буду, чтобы вы так делали, но если бы я был в вашем месте, я бы так сделал. Почему? Потому что это решение вопроса. У меня появилось там 20-30 дисков, да? Которые записал в другой человек, да? По манкету, который я хотел. И человек персонально это сделал. Экономия колоссальная. Сколько сетевиков раз в день могу дать диск? Единицы. Я не знаю, например, таких. Это тоже система. То есть, это система. Есть видеомонтаж. Есть программное обеспечение. Есть видеоконтент. Есть структурирование, да? Которое происходит в процессе. Событий. Если я могу взять эти диски и пойти на события раздать. Я могу подойти и попросить сделать некомическое предложение, да? Для этих вещей. И тоже за это платить деньги, да? Один раз. Ну, представляете? Смотрите, я всем приду по моменту. Я сегодня заплачу всем деньги. За то, чтобы сделали мне. Я сделаю себе все. Да. Я попрошу записать. Я попрошу сверстать. Я попрошу там события. Я попрошу там события. Я попрошу там комические предложения. Один раз заплатив там, то есть, например, 2-3 тысячи, например. Я обеспечиваю себя полностью всем материалом. За счет организации. Все. Да. У вас привилегировано положение. Понимаете? Вы в системе. Система – это всегда VIP. Система – это всегда высокая эффективность. Люди, которые это не используют – это их личное дело. Вчера была очень интересная ситуация, которая меня поразила. Мы расширили территорию. Нас больше взяли. Но у нас появилась отдельная комната, отдельный зал. У нас есть, ну, интересное, стилистически сделано такое обучающее обучение. То есть, повесь к облицам сейчас. Школа. Школа такая. Сели, все учатся. Все доска есть. Все присутствует. Открытые такие все моменты. Колажи повесь сейчас по окружению. И вообще не будет видно этих обоих. Плакаты повесь. Поставь какие-нибудь показатели, геограммы. И все. Это рабочая комната, которая может сегодня приносить вам деньги. И я услышал такое слово. Как мы сюда можем приглашать? Такое ощущение как-то раньше, как-то про поток. Когда он был пригласить в них людей. И мы не знали, куда их посадить. Да, да. Это очень интересная ситуация. Негатив. Негатив это то, что убивает систему. Просто она убивает систему. Она разрушает вас и вас же. Была на обед задержка там осетинских пирогетей. Везде там все прям не зашлись на место. Лишь потому, что... Я расскажу почему. Потому что я даже не заметил этого. Я был так занят работой, что я даже не заметил, что они не пришли вовремя. Я думал, что они вовремя пришли. У меня не было никакой проблемы. Я просто делал свое дело. Вот и все. Я просто был занят тем, что я настраивал систему. Систему, которая будет работать в том числе и на меня. Вы тоже можете делать систему, которая будет работать на вас. Но если вы не будете настраивать систему, она не будет работать на вас. Это же не нормально. Это же получается насторонней любовь, да? То есть такого не бывает. Это даже не зависит. Просто система насчет вас отталкивает. Она не будет видеть, что вы проявляете к ней взаимодействие. Взаимодействие говорит, я к тебе, ты ко мне. Это все только так, не бывает, я к тебе, я к тебе, я к тебе, это не самодействие, это насторонняя связь называется, игровать не ворота Я проявляю негатив для того, чтобы вы понимали, что разрушает систему, а не потому, что я считаю, что вы что-то сделали неправильно Потом опять эти талуарные начались разговоры, там, пятое-десятое, там мы что-то не понимаем Ребята, что-то не понимаете, возьмите маркетинг, идите учите и понимаете Просто, все, что можно было здесь, было сделано, система предоставила возможности везде Я считаю, что у нас сейчас шикарная возможность сделать массу вещей, которые превосходят то, что мы делаем в десятки раз Почему? Потому что есть площадь, есть помещение, есть достаточно хорошая позиция Мы находимся, опять-таки, в центре, мы находимся в динамике И сюда люди пришли, и я тут же в этом помещении, в принципе, заключил сделку на 240 тысяч Все, за 15 минут Параллельно разгружая вещи, параллельно работая по воде людей из негатива Параллельно решая вопросы организационные, я еще заключил сделку на 240 тысяч Просто потому, что у меня такая позиция, потому что я с системой работаю, и система работает на меня Я позиционирую всегда все в выгоде, потому что все, что делает Господь, это выгода 100% выгода, хотите это делать, хотите это не делайте Ну, в принципе, хорошее завершение, все, что Господь дает, выгода, отлично Поэтому, я скажу так, в сегодняшний день я встаю на путь большого бизнеса Я больше не хочу нянекаться ни с кем, мне это не интересно Все, закончился период обучения, закончился Я там совершенно целескорумленный, но жесткий человек, в одном плане, да Я не позволю этому человеку на территории или этой территории проявлять негатив Ни одному вообще, какие бы у нас связи не были, любовь, дружба, отношения, все что угодно То есть, если я только услышу, что сливается негатив, извините, но это помещение не для вас Вы можете делать бизнес в самостоятельном фрилансе Всегда готов, всегда созвонимся, всегда придете, да Но в этом месте ни одного негатива больше не будет, все, это закон Я узнаю в любом случае, что кто-то спускает негатив В любом случае узнаю Вы уставите мне, я закончил в высшую шорку мобилиции Я узнаю негатив Я узнаю, откуда он льется, я знаю, почему он льется Я закончил в высшую школу милиции, это надо понимать Пять лет я учился для того, чтобы узнать все Пять лет Меня учили, я умею это делать Да Я понимаю по взгляду, по движению, по лицу Как человек сидит, как он говорит, как он действует Я могу поставить три ситуации и вывести закономерность А потом задать несколько вопросов и сделать подтверждение или отрицание этого вопроса Вы думаете, я просто разговариваю, а я анализирую Вы думаете, я просто какие-то движения делаю, а я смотрю, как в детской ситуации И сегодня складывается картинка Я иду в большой бизнес, международный бизнес И если вам со мной не по дороге, это нормально Это нормально Так должно быть, у каждого человека есть своя дорога Вы должны выбрать, или у вас есть дорога в бизнес, или нет туда Вы можете прийти и просто сказать, нет, я не хочу Я хочу только делать какую-то вещь Не вопрос Но тогда вы будете делать эту вещь настолько профессионально, сколько вы ее можете делать Максимум профессионально И мы должны это понимать Только так мы можем выставить отношения Потому что я хочу через полтора-два месяца приехать в еще большее помещение В еще большее, но немножко другого уровня Да А это следствие того, что вы делали три месяца Вместе мы в том числе, я тоже, однозначно Да, поэтому воспитательный процесс у нас завершился Начинается бизнес-процесс Который называется У меня есть телефон, у меня есть интернет Если нет интернет, у меня есть телефон Если нет телефона, у меня есть компании Если нет компании, я их просто беру и ухожу и ищу И это называется бизнес Есть люди, которые интересны с точки зрения просто профессиональных вещей Ну, например, я бы программист, например Он сидит, пишет какую-то программу Понятно, это техническая речь, которая присутствует в конкретной профессиональной деятельности Значит, это, соответственно, определенная форма Но в любом случае мы тоже должны понимать, если у меня уже третий связь, я уже говорил, Дима, правильно, Дмитрий говорил, у меня третий программист уже, с которым я пытаюсь найти их взаимодействие, платить деньги при этом, ощущение просто какое-то, не знаю, это как это, партизанский отряд, то сколько ни кидай, все просит, не кидай, все просит. Я очень хотел бы, чтобы у нас отношения сложились на уровне действий, потому что я считаю, что нормальный человек должен получать многое, он должен понимать, что за какую-то работу, которая адекватная, и мне очень важно стремление человека, хотя это можно не делать, то есть мы можем пройти какой-то путь, сделать какие-то вещи, потом мы дойдем до момента, когда понятно, что это ограничение с двух сторон, и соответственно я буду дальше, а вы будете делать то, что может быть и в компании в том числе. Так же и Катя, какая же вещь, мы должны развиваться, мы должны двигаться, это очень важно. Все, перейдем теперь к системе, я не пристой говорил, что вот это вот 12-м лесу колесочек, это система, очень четкая, да.